Максимальное количество недочеков У вас эффект зануденности сейчас Посмотрите, во всех участках вашей натуре удалось Более или менее передать пропорции Хорошо Ну и оставшиеся 5-7 минут На корректировку и доводку наброска Значит, стираем все лишнее И линии построения, рамки Тудилу Конкретизируем линии Если у вас там в одном месте 10 пробных линий Все-таки давайте оставьте одну Какая с вашей точки зрения верная? И этот ваш завершенный набросок будет основой для завтрашней работы Завтра мы набросок будем уже превращать в линейный рисунок Так, вот она точка Значит, а вы действительно видите вот эту глубочайшую дугу? Давайте мы соединим крайнюю точку Знаете, какая глубокая дуга Она там есть? Не-не-не-не Все стирать совершенно не надо У вас почти все правильно Так? Значит, ну вот дуге это просто нет Есть А может это вот это? Ну разумеется, это вот это вот Нижний контур Это у меня вот это вот А-а-а А где у вас нижний контур? Да еще у меня нет Значит, правило это звучит следующим образом Сначала контур, потом все детали внутри контур Вот Так в 10 раз проще, чем идти от деталей Ну и после этого останется вот этот вот височный участок Так что у вас пока затылок повис, так? Влезет, конечно. А вот здесь выключится. Вот для него совершенно. И вот здесь вот височные участки. Так, ну-ка, ну-ка. Так, Ольга, тебе просто не керпится взять и с височными отделами поработать. Убирай их потом. Будут только мешать. Это мы уже на следующем занятии сделаем. И здесь тоже уберем. Вот. Как следует вычистить рисунок, чтобы вот этих вот пятен грязи не оставалось. Так? Сделаю более конкретной вот эту линию. Обратите внимание. Линия нижней челюсти. Ну, во-первых, кое-где зубы остались. При этом, так же как у волка. Здесь же не ровная площадочка. А, видишь, полукруглая. И плюс к этому. Вот они остатки разрушенных зубных альвеол. Так что, здесь линия тоже вот такая зубчатая. Да? Да. При этом, значит, и их количество, и их размер достаточно существенная вещь. Пожалуйста, не делай 34 зуба на верхней челюсти у бедной девушки. Вот. Их там существенно меньше. Так. Ну, очень существенная часть, меж книг не учезана. Только после этого можно где-то. Ну-ка. Ну-ка. Угу. Так. Ну, а теперь давай посмотрим. Вот так, чтобы тебя головой не крутить. Вот здесь ты рисуешь прямую. А дальше? А дальше у тебя сразу уйдет рисунка. А там же не так. А там вот как. Здесь плавно. Вот этого угла просто нет. Ну, вот найди его там на челюсти. Вот этот пугун. Он есть или нет? Нет. А его нет. Здесь плавное скругление. Здесь. Я бы сказал, что эта линия чуть-чуть не так сделана. Вот посмотри, сейчас я поправлю. Вот так. Посмотри, что я имею ввиду. Видишь эту выемку? Угу. И здесь на конце небольшое расширение. Вот. Вон, видишь в конце. Угу. И теперь. Вот здесь ты совсем вертикально стоишь. Посмотри, там она есть. А там нет. А в результате? А в результате вершинка отростка не шурупы, лопаты, конечно, кончается, как пока у тебя. Так? А более острое завершение. Вот такое. Вот давай. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Поправь. И так, вполне удачный набросок. Так. Ну что, вполне приемлемо. При этом учтите, что черепахи из-за малого количества лежит параллельно? Да. Ага. А посмотрите, если я его продолжу, он пересечется с кромкой или не пересечется? Да, пересечется. Правда? Пробуем. Тетрадка лежит параллельно к андашу. Да. А ты скажите, вот это расстояние и вот это расстояние одинаковые или нет? Нет. Так пересечется эта линия или нет? Да. Значит, понятно, что у вас немножко, ну, весь рисунок состоит из многих-многих немножко. Так? Значит, она немножко развернута вот так. А на черепе она немножко развернута только вот так. Ну, посмотрите внимательно. Давайте я вертикаль поставлю рядышком, чтобы вам было виднее. Ну, и куда она отклоняется? Да. Совсем немного, но вправо. А в результате сразу изменится выражение морда. Это, конечно, такой куламбур морда черепа. Это вещь странноватая. Ну, вот так. Вот так. И вот так. Вот это молодец. Правильно поймал. Вот это выставка. Сейчас. Ну, здесь, на самом деле, мы тоже потом посмотрим. Нормально. Нормально. Только вот здесь чуть-чуть поправить. Ну, в качестве первой пробы отлично. Значит, что-то советую. Вот положение гребней на черепе изобразил совершенно верно. Но при этом, мозговая капсула сама, она плоская или выпкуя? Да. И вот с вот этой выпуклой почти шаровидной поверхности поднимается гребень. Да? Как это показать на рисунке? А для этого надо показать границу, начиная от которой. Вот видите, видно, вот здесь вот светлая колоса под ней, а под ней теневая. В чем дело? От гребень поднимается. Вот после того, как вы вот так границу наметили, вам будет намного легче, во много раз легче. Потом создавать ощущение объема в этом месте. А так, в качестве первой пробы пиранной эскизы, вполне успешно. Так, вот это мы с вами увидите, как на следующем занятии все будет корректировано. Это не на это мы тебя переслух просто делаем. Так, ну что ж, плавно. Ну все нормально, да? Правда же? Все совершенно чудесно. За, не то чтобы даже за исключением, за продолжением. Знаете, вот у вас вот этот подглазничный выступ, вот он, да? От него дальше идет вот эта лента. Вот если ее провести, как она идет на самом деле, вот здесь порожек, вот он, так, вот так, вот он, вот так. Вот вы получили наметку контура. Все остальные детали будут ложиться внутрь этого контура. Глазница у вас пока слишком велика. Она в реальности, конечно, намного меньше. Но это уже корректировочки следующего занятия. Да, ну и здесь, конечно, подглазничный вот здесь. Ну а так вполне приблизился к своим реальным размерам входа. Так, ну давайте, господа, дочищаем рисунки, завершаемся. Спасибо.